Всем привет дорогие друзья, с вами Голодный и мы продолжаем играть Dark Souls. Последний раз мы дошли до суда, потом пришлось вернуться из-за того, что мы забыли пообщаться с нашим пессимистом. Но давайте все-таки уже спустимся в нижнюю часть города и посмотрим, что там происходит. В глубинах Лордрана находится чумной город, где есть второй колокол. Но добраться туда будет, ой как непросто, ой как непросто. Когда я играл первый раз, я даже не ожидал, насколько глубоко это может быть. Так, и откроем шортхат, ой, дверь открывается в мою сторону. И меня сейчас... Да ты иди ты! Я уж думал, мне хана. Не знаю, зачем я вообще открыл этот шортхат. Достаточно бесполезный шортхат на самом деле. Ну хотя нет, не бесполезный. Нам в случае смерти не придется бежать через дракона. Достаточно. Ну вы поняли, да, где я вышел? То есть там вот костер. Можно сразу теперь от костра бежать сюда. И попадать в нижнюю часть города. Кстати, некоторые спрашивают, что вот это за круги. Это символ, и так как я хожу в орден, который называется Белый Путь, я могу, по идее, я должен пользоваться чудесами. Но я не пользуюсь чудесами. То есть, чтобы использовать чудеса, нужно поставить вместо посоха в руку талисман. Такой вот талисман. И иметь свитки чудес. Но, и вот эта вот сфера, как бы, рядом с этой сферой чудеса, сила чудес увеличивается. Такие вот как бы вот места. Кто придумал открывать дверь в эту сторону, чтобы людей сбивать с обрыва? Очень опасная дверь. Все глубже и глубже, и глубже. Что мы видим? Нижняя часть города. Оу! Не так быстро! Неожиданно. Как неожиданно? Хотя, ожиданно. Тут эти собаки попьют мне кровь еще. О! По две. По две начали нападать. Стрелял в одну, попал в другую. Да, они накладывают кровотечение. И опять меня зажали. Да что ж такое сегодня. Я сам себя, похоже, зажимаю. Наверное, так что тут написано. Прыжки. Наверное, кого-то тоже зажали. Он решил это написать. Так. Ладно, выпьем эстуса. Собаки. Полые собаки. Похоже, что не только люди, но и собаки становятся полыми. А здесь мы видим, что просто массовое сжигание трупов какое-то. Это сообщение, если кто не знает, это оставляет другие игроки как бы подсказки. Засада. Да, неплохо. Но нас интересует... Одна дверь. Вот эта дверь. Кто-то. Пожалуйста, отзывай меня отсюда. Кто-то. Кто-то. Помоги мне. Уплакай дверь. Черт, я закончена. Как это произошло? И очень полезный для нас персонаж. Вы открыли дверь для меня. Спасибо. Я спасен. Я думал, что я никогда не исчезну. Я Гринкс Виндхайм. Сорсерка школы. Я очень обеспечен за вашу поддержку. Спасибо тебе. Я буду продолжать моих путешествий. Чиньмак. Именно о нем вскользь говорил наш пессимист, воин, который потерял надежду. Он говорил, что он отправился за поисками некого Логана, мастера Логана. Но потерялся и, возможно, уже полый. Но он не полый. Его просто кто-то запер в биндюшке с вином. Да. Одежда колдуна и посох колдуна. Что самое обидно, что все это у меня уже есть. И одежда, и посох. Ну да ладно. Я все равно. Я буду отдохнуть за время, а потом вернусь к файловичному храму. У меня есть сверкоперка. И я буду более осторожен за следующим разом. Вместе, у меня есть важная задача. Ну-ка, расскажи задание. Какое там у тебя важное задание? Не рассказал. Ну, позже. Возможно, позже. Так. Давайте. Давайте. Сделаем одну вещь. Так, бомба. Что у меня еще есть? У меня бомб больше нет, да? Блин, надо бомб прикупить, что ли. Бомба хорошая вещь. Иногда очень полезный против толпы полых. Как вот здесь, например. Чтобы не тратить на них. Полы с факелами особенно опасны. Да. Потратил бомбу, чтобы сжечь одного пола. Очень оригинально. Да, они очень опасны, потому что своими факелами они снимают очень-очень много. Ну, не очень много. Ну, у меня, видать, то ли резист побольше. Ну, я помню, играл когда за воина. Они толпой меня тут с этими факелами доставляли очень много проблем. Дело в том, что они, по-моему, даже если у вас высокий баланс, они факелами перебивают вас постоянно. А опять двойная человечность. Ну, я уже читал ее. Здесь тупик. Ради нее мы сюда и шли. О, я книгу виновных поставил. Чашесть греха 60 тысяч. Похоже, это максимальный уровень, который можно получить. Так. Ну, сейчас не о книге. Давайте ее вообще уберем. О, так. Так, так, так. Как можно увидеть, нижняя часть города уже порядка взросла. Покрылась мохом. Это некое, похоже, какое-то гетто. Город нищих. Здесь интересный такой момент. Можно через дверь выходить, но только один раз. Поэтому, если у вас достаточно сильный воин, можно через дверь убивать их. Это засада. Причем очень, очень коварная засада. Не зря там кто-то написал. Новый тип врагов. Как они называются-то? Воры или убийцы. Кидается ножами. Хорошо, что хоть не отравленными. Или отравленными? По-моему, не отравленными. И очень быстрые. И могут, если подставить им спину, то они могут сделать вам захват. Сделать вам бэкстайп. К тому же, еще и достаточно сильные. Так. Куда еще журядин был? Нет? Тележка. Так. Открылись двери. Что они делали в этих комнатах? Одному богу известно. Но он там хоть там, там лежит. Приз. Кортик. Обычный небольшой меч для выпадов. Не заточен, но может проткнуть крепкие доспехи. Позволяет совершать выпад, используя вес тела. И эффективен для нанесения критических ударов. Здесь, по-моему, еще будет несколько засад. Вообще, очень опасное место этот нижний город. Кровь стекает по ступеням. Роскошный вид впереди. Здесь, по-моему, еще одна засада. Да. Пинками вышибает дверь и... Ой. Лучше убегать, потому что они, по-моему, еще и будут в сопровождении собак. Сколько я помню. Блин, по ним очень тяжело попасть. Они очень быстро двигаются, блин. Слава богу, я хорошо прокачал магию и... Их ваншотит просто. Если бы я их не убивал с первого выстрела, то это была бы проблема. Блин, не всегда попадаю. Попробовать их мечом разогнал. Штаны полувора. Кстати, довольно-таки... На самом деле, редкий дроп. Сопротивление к отравлению. Прочность повыше, вес побольше. Защита от магии меньше. Но от ударов побольше. Давайте оденем. Такие штаны. Лосины полых воров. Они практически бесшумные и понравятся любителям прятаться в темноте. Лосины. То есть это полые воры. Но чтобы быть бесшумным, нужно помимо лосин еще и остальную одежку одеть. Вот это очень... Да. Я помню, подкололся на этот момент. Я пошел так... О, бочка! Думаю, пойду-ка я. Возьму что-нибудь. А там бах, и такие собаки. И зажимают меня. На этом пятачке. Что-то я начал мечом орудовать. Ну, не хочу просто стрелять. Конечно, маг это хорошо, это весело. Но вот это постоянно пил-пил, конечно. Будем периодически миксовать хоть и маг, но постараемся. Постараемся. Думаю, скилла должно хватить. И здесь костюм вора. Но это немножко не тот костюм, который выпадает с этих воров. Так, кстати, душ-то забыл заврать. Давайте посмотрим. Давайте наденем. Как я выгляжу? По-моему, даже очень и очень вполне. Особенно на женщине этот костюм выглядит. Кстати, если одевать некоторые костюмы женские и мужские, они... Ну, то есть, вернее, некоторые костюмы на женщинах и мужчинах выглядят по-разному. И это классно, на самом деле. Ладно, хватит любоваться. Надо двигаться дальше. Кстати, там еще и щит какой-то дали. Щит-мишень. Небольшой круглый металлический щит. Четыре выступа служат для парирования. Малые щиты не бывают прочными, но с ними легче наносить критические удары после парирования. Этот щит создан для парирования ударов. Ну, я не мастер парирования, поэтому... Так, здесь у нас босс, демон Капра, но с таким количеством магии, конечно же, я к нему не пойду. И перед тем, как к нему идти, нужно бы открыть один сокращенный путь, шорткат. Здесь у нас опять очередная ловушка. Типа, стоит, да, ни в чем не бывало. Ну, хочешь, стой, конечно, да. Держи. Здесь у нас второй. Эй, мэн. Ю-дай! Ха, как я уложился-то, а? Здесь тупик и человечность. Нет. Большая душа мертвеца. Лучник. Это сранец. Подожди. This is Sparta! Что самое забавное, что он не умер. Добьем его красиво. Так. Так, здесь у нас тупик. И... Очень важный шорткат, я считаю. Который позволит сократить кучу времени здесь. Главное не бояться. Главное не стукнуть с перепуга. Главное не мое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, давайте посмотрим, бабушка или девушка, что вы продаете Пройдет достаточно интересные вещи Заросли красного мха, красный лекарственный мох Снижает кровотечение, которое вызывает атаки острыми клинками или шипами Они наносят серьезные уроны Используйте этот мох, чтобы не довести кровотечение до предела Заросли фиолетового мха Лекарственный пурпурный мох уменьшает скорость распределения яда Лечит от отравления Яд распространяется по телу и наносит урон в течение некоторого времени Отравление может усиливаться, поэтому всегда запасайтесь этим мхом перед путешествием в зараженную местность Конечно же, это чумной город Более заразы найти сложно А, лекарственный мох с цветами ослабляет действия яда и токсинов, восстанавливает статус Токсины – самая опасная форма ядов Их действия очень быстро приводят к смерти Мох без цветка не поможет справиться с токсинами Если у вас мало такого мха, смерть может настигнуть вас очень скоро Тысяча за одну штуку Оу, слишком дорого, конечно Отравленный метательный нож Ножи можно метать на ограниченное расстояние По точности они сравнены со стрелами, но позволяют легко и быстро атаковать Отравленный враг будет получать урон в течение некоторого времени Навозный пирог По-английски там Shit pie Отвратительная вонючая масса Да, пирог из фекалии Это, конечно, очень круто Бросьте во врага и отравите его токсинами Токсинами Они проникнут и в ваше тело Теперь вонь практически невозможна Но если отравить врага токсинами Он будет получать серьезный урон какое-то время Да, навозный пирог Красивый череп мы уже находили Черная угольная сосновая смола Зажигает оружие и в течение короткого времени оно наносит урон огнем Очень эффективно против живых существ и нежити Которые инстинктивно боятся огня Кратковременное проклятие Рука жертвы проклятия Временное проклятие, которое позволяет сражаться с призраками Очень важный предмет Если вы хотите сражаться с призраками Единственный способ сразиться с призраками Которые являются проклятыми существами Наложить проклятие на себя Безопаснее всего отрезать руку мертвеца Как бы жутко это не звучало Гнилая смола Наносит на оружие яд, который отравляет врага Отравленный враг получает урон в течение некоторого времени Косточка возвращения мы знаем Радужный камень Теплый камень светится семью цветами Которым иногда добавляется восьмой Радужный камушек не имеет собственных свойств Но может послужить путевым знаком Или инструментом для определения высоты по звуку падения Если он звонкий, то падение неминуемо приведет к смерти Интересно Интересный предмет Ну, камень очищения мы уже видели Человечность, видели, что продают человечность за пять тысяч Радужный камень Ну, давайте один купим Он нам пригодится Так Мох, в принципе В принципе Ладно Мох мы сможем найти, наверное, и в другом месте Здесь он еще продает стрелы Ничего такого И надо открыть Надо открыть одну решетку Которого приведет Ну, наверное, вы уже догадались, куда, скорее всего, это приведет Да, это та самая решетка Которая была все это время заперта Да, которая ведет с самого начала К храму огня Давайте убьем эту крысу Потому что Есть шанс, что из нее выпадет Человечность О, нет Нет Да, храм огня Все верно О, 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 о Убегай Вот так Вот так Маны нет Жизни нет Так, кто-то улетел Кто-то умер Я уж думал, все Сейчас придется распрощаться со своей жизнью Блин Быстрее Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Что самое забавное, что они бегут до последнего за тобой И Перед тем, как Общаться С кем-то Лучше их сначала, конечно же, опередить Иначе Ваше общение может закончиться плачевно И Наш Товарищ Крикс Блин Блин Парень, ты не представляешь, насколько мне это интересно Давай поговорим Давай поговорим Безполезный ученик мастера Логана Мастер Логан пропал Да Мастер Логан Логан Он только сказал, что он бы путешествовал к Аннолондо По праву Сен Я только могу понять, что он просит Регал архивы Потому что Мастер Логан Он Позвольный Позволь 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 Все Все Другое Это Хогуаш Когда Курс Он 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 Я 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 Очень интересный диалог Мы узнаем о новых местах, которые еще не посещали Аннолондо Замок И не только Ну, ладно Все эти места Мы, конечно же, посетим Даже некие архивы Так, ну что, гудбай Нет, не гудбай Давай Мои Я 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 Да уж Как-нибудь Разберусь, я думаю Так, ладно И что мы имеем Стрела души у нас уже есть Тяжелая стрела души Более мощная стрела души Применяется Это заклинание мощнее Но медленнее Его трудно применять Из-за долгой перезарядки Ограниченное количество использования Так Большая стрела Мощнее, чем стрела души Посылает мощную стрелу души Ученик Винхеймской Прям как это Винхейма Ну, они все из Винхейма Походу тут Школа драконов Там Похоже находится этот Винхейм Какой-то город магиков Прям как этот Йеннифер из Вингенберга Винхеймской школы драконов Зубчища это заклинание Становится колдуном Осторожное падение Это заклинание Создано Таинственным колдуном Из Винхеймской школы драконов Уменьшает Урон и шум От падения Это заклинание Наряду с бесшумностью Объясняет Непомерные Затраты на Винхеймских шпионов Большая тяжелая стрела души Мощнее, чем тяжелая стрела души Посылает мощную тяжелую стрелу души А это заклинание Трудно использовать Однако результат стоит приложенных усилий Некоторые колдуны обожают его Оружие магии Заклинание для мечников Заменяет оружие в правой руке Сила мечников магов Из Винхейма Основана на волшебном щите И этом заклинании Многие воины изучают магию Только ради него Звуховая приманка Заклинание для колдунов С чувством юмора Враги отвлекаются на звук Исходящий со стороны Серьезные колдуны Редко останавливают Свой выбор на этом заклинании Однако у него есть множество применений И некоторые довольно эффективны Щит магии Щиты усилены с помощью магии Прочнее и могут защищать От магических атак Это заклинание позволяет Сражаться с сильным противником Вооружившись маленьким щитом А, что взять в первую очередь? Блин, у меня душ Кот наплакал Тяжелую стрелу души? Думаю, да Так И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Оу, не хватает Еще было бы неплохо взять Заклинание для мечников Ну-ка, давайте посмотрим Давайте посмотрим Возможно, у нас... Да, у нас есть Чуть-чуть не хватит Так Что ты скажешь? Ты был в руинах Нью-Лондо Сюда? Просто идти вниз И возьми Лист Это, конечно, стоит Возвращение Это была Один из-за неотврата Стоит Ты можешь найти Клуб Или две Если Голсты Стоят вас Стоят Это место стоит посетить Сходи в Нью-Лондо Найдешь свою смерть наверняка Нью-Лондо Это как раз Если спускаться сюда вниз Туда дальше Вниз Там есть спуск вниз Нью-Лондо Город призраков Мы туда сходим обязательно Но не сейчас Ничего интересного Кстати Кстати Я не помню читал я или нет Какую монету мне дал Едва теплая медаль На которой выигрывал Символ Солнца Честь носить ее Удоставится тот Кто призвал Воина Света И достиг цели Как раз Вторую медаль Я получил за то Что я призвал Солера В битву с Горгулями А вторую дал мне Лотрек Из Карима Этот символ Первенца Гвина Который потерял Божественный статус И стерт Из аналов истории Но старый бог войны До сих пор Пристроенно следит За своими войнами Это описание Очень сильно похоже На подвеску Которую мы Начали В самом начале игры По поводу Вот этого первенца Который был стерт Из аналов истории За какие-то проступки Кто это На самом деле Есть много спекуляций По этому поводу Ну ладно Об этом я Расскажу немного позже Так Мне не хватает Чуть-чуть Давайте 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 сделаем Одну вещь Изменить заклинание Теперь я могу Поставить Дополнительные заклинания Пока только два У меня три ячейки Заклинания Я теперь могу их менять Пока забит Только две Чтобы увеличить их количество Как раз нужно Прокачивать параметр Ученость Ну Три мне Слышите этот храб Я очень долго Недоумевал И Искал Кто это Кто это Но Ответа вы Не найдете В самом начале Это не ворона Кто-то дрыгнет Черная ворона Давайте убьем Пару скелетов Чтобы Зафармить Заодно проверим Насколько хорошо У меня убьет Магия по скелетам То возможно В скором времени Придется идти в катакомбы Как бы мне этого не хотелось Скелеты Очень агрессивные Очень агрессивные И опасные существа Да Эта магия Кастуется Очень долго Но Эффект Очень хорош Правда Количество заклинаний Очень маловато 246 Без защиты Очень хороший Дэмэйдж Но это Тяжелая стрела Души Кастуется Очень долго Черепушка Катается По земле Большая душа Ну в принципе Этого будет Уже достаточно Хотя Давайте еще Одного Пристрелим Здесь по-моему Еще два Лежат Ну давай Как же долго Ты кастуешь Парень Лови Не попал Слишком острый угол Да и Как говорится Не сильно И надо Застрял Ставим Упокоим Как 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 Свою репертуаре Делал Неожиданно Но Я думаю Что-то Возвращение Ничего не случилось. Как всегда, в своем репертуаре. А, стоп, мне же надо... Я же хотел купить заклинание. О, хелло, я себя? Давай, давай, давай. Я уж с тобой уже, по-моему, все выяснил, что хотел. Что это? Бился, похоже. Допустим, так мы можем теперь колдовать, да? Но если поставить, допустим, меч, а в левую руку палку, мы можем колдовать на меч, чтобы сделать его магическим. Хе-хе-хе. То есть, такая вот хитрость. Можно опять поставить щит. Ну что ж, пойдем выносить демона капру. Ну-ка, магический. 163, неплохо. Ну. Да. Вот. Да что? Иногда эти скелеты... О-о-о-о-о-о-о. Иногда противники меня в Dark Souls просто поражают. Да блин! Да блин! Хе-хе-хе. Ах, командное действие. Вот стоило только... Убежать вперед. Э-э-э. Любая поспешность, короче, в Dark Souls может стоить вам жизни. Вот и все. Упс. Я только что поторопился и... Достаточно быстро походит эффект заклинания. К сожалению, уже все. Мой меч превратился в обычную... Ковырялку. В обычную зубочистку. Какой же длинный переход. Водосток. Канализация. Ну что ж. В принципе, босс достаточно близко. Этот босс доставляет некоторым проблем. На самом деле, ну... Хотя, он достаточно простой. Кстати, можно было еще купить магию от лечения. Чтобы отвлекать его. Но, в принципе... Мы и без нее справимся. Но, как вариант, можно было показать, как эта магия действует. То есть, можно отвлекать противников, отвлекать даже боссов. Эта магия, на самом деле, действительно очень эффективная. Как и писали в ее описании. Ха! Ну да. Извиняюсь, не то поставил. Ой! Сбил прицел. Парень даже не хочет атаковать. Он стоит и ждет своей участи. И, собаки, я слышу ваше зловодное дыхание. Два! Вот прям так, да? Вот так, да? Сразу две. А! Извиняюсь. Извиняюсь. Да, блин! Проще меч поставить. И вертка. На-на-на. Так, эстаса нам хватит. Так. Я не прокачивал живучесть. Живучесть у меня так и осталось время. Здоровье 12. Но, в принципе, это нормально. Я ее в самом начале прокачивал. Ну, что ж. Пожелайте мне удачи. Надеюсь, это будет просто. Ха! Я надеюсь. Давайте зарядим меч. Для начала. Чтобы расправиться с собаками. Самая главная проблема, наверное, в начале это... Увернуться! Блин! Ха! И не быть зажатым, хотел сказать. Но! Ну, блин! Ха! 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 Пошла череда неудач. Профукал я свои души. И, эээ... Только что был зажат, глупо зажат собаками, поторопился. Души то не так жалко. Жалко, конечно, на накопленный параметр человечность, который мне давал... показателю поиска ну чтож дубль 2 на мое тело блин которая бесполезно валяется тут в углу ой стал стоп-стоп соберись тряпка оба и гребаные собаки идите сюда нафига я поставил этот жезл мне надо было блин меч стоит я поставил этот жезл а так давайте я какой-нибудь одену костюмчик который более да и больше дает физической защиты и баланса так дом переоденемся обратно так того чтобы шапку 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 зуба слишком тяжело и это уже лучше старый добрый доспех может быть это нам как-то поможет так давайте еще раз попробую я верю в то что это должно мне помочь потому что блин главное забежать на лестницу мне мне почему-то не не получается в этот раз забежать обычно до этого помню я когда раньше играл блин да когда меч убираешь но это я так проекруюсь когда меч убираешь пропадает магия понятно и опу о да наконец-то я убил этих грёбаных собак он так быстро залез наверх вроде раньше так не за что-то он какой-то агрессивный стал капец раньше за ним такого не наблюдал я блин не то магия не то магия уходим пока он тут бьет своим размашистым ударом так магия не то уходим упс да что я за все что меня сегодня везет я за все подряд спотыкаюсь я за все достаточно медленный достаточно быстрый хе-хе хе-хе О, пока он бил. О! Нет. Да! Нет! Ходим на лестницу. Лестница это наше спасение, пойдет. В этом бою. Можно было вообще взять заклинание, которое приманивает его. Давайте, кстати, более молнию поставим. Посмотрим, сколько она сносит. Ну, неплохо. Наконец-то я увернулся от этого удара. И фаталити! Вроде бой несложный, в то же время какой-то нервный получился. С третьей попытки, по-моему, только я его убил. Ключ от глубин. Человечность. Косточка возвращения. Ах, потеряли всю человечность. Очень-очень жаль. Но зато у нас есть ключ от глубин. Этот ключ открывает дверь. В принципе, дверь эта находится очень рядом. Давайте посмотрим. Так, ладно. Что-то я никак не могу еще отойти от босса. Думаю, где я допускал, какие ошибки. А, ключ от глубин. Ключ от двери, ведущий из нижнего города нежити в глубины. Изгнанные из города нежити возродились в глубинах. В сыром подземелье, в которое не проникает солнце. Около половины площади глубин занимает полный опасности лабиринт. Да. Не внушает надежды это описание, конечно. И вот эта дверь. В принципе, тут все рядом. Три фляги с эстусом. Ну, я думаю, это, наверное, будет достаточно, чтобы добраться до того места, до которого я хочу добраться. Здравствуйте, полые. Так, давайте-ка мы сделаем так, чтобы не транжирить. Блин! Ха-ха-ха! Да что ж такое-то! И здесь подвох, блин! Глубины. Я вас поздравляю. А, так. Что я уже подустал. Так, надо. Надо сосредоточиться. Так, полые. Здесь у нас... Ха-ха! Мясник! Самый настоящий мясник. Главное, не торопиться, не допускать ошибок. Здесь достаточно много полых. Это похоже, у них столовая. Они тут кушали, я тут пришел и всех их зарубил. Ну да. Все-таки добрался он до меня. Мясник занят своим делом, не хочет даже на меня отвлекаться. Разделывает тушечку. Скорее всего, человеческую. Опс! Опс, опс, опс. Не хотел бы я, чтобы он в данный момент меня увидел. Ха-ха-ха! Ну я сам виноват, слишком близко я подошел. Там еще есть собака. Собаку-то мы снимем, а вот куда убежал мясник... Точнее, это даже не он, а... По-моему, сами разработчики сообщили официально, что это она. Как бы странно это не звучало. Смотрите, с двумя посохами такой стою, как это. А-а-а! Супер-маг! Ха-ха! И мне же еще можно бить. Наверное, просто огромный демейдж. Так. Ну что, куда? Женщина! Я хочу с вами познакомиться. Да! Вот это магия! Магия, магия. Давай! 200. Очень много жизни! Бей! Может, поставим чуть полегче? Полегче! Где моя обычная стрела? Тут, в принципе, ее будет достаточно уже... ...чтобы угомонить эту... Очень жаль, но... ...не дала то, что я хотел. Она может дать мешок. Который можно надеть на голову. О, еще одна собака. А, сундук. Большой уголь. Очень полезный предмет. Уголек необходимый для улучшения оружия. Большой качественный уголек. Имеется у кузнецов Асторы. Улучшение для стандартного оружия плюс 5 позволяет усилить до плюс 10. Может улучшить стандартное оружие плюс 5 до грубого. А, нужен кузнец. Здесь у нас потайной проход. Вот. Да. Но перед тем, как туда идти... Та-та-та-ра-та-та-та-та-та. Собака. Упс. Че дело? Я уже запутался в своих жезлах. Так, собака. В принципе, мне эта собака и не мешала-то вообще. А, так. На, что-то вкусное тут кашеварят. Наши друзья. Так. Дело в том, что здесь еще один из спуск. Но надо быть осторожным, потому что... Здесь... Не один мясник, а целая семья мясников. Ну, точнее, их двое. Откуда? Откуда ты упал? Аааа. Бежит на меня со своим тесаком. Нет! И прыгай. О. Это было близко. Они, конечно, очень медленные, но очень мощные. Я боюсь, что он меня вообще может оприходовать с одного удара. И второй. Все-таки дал мешок. Давайте посмотрим, как это выглядит. Давайте почитаем. Окровавленный мешок повара-мертвеца, людоеда, скрывающегося в глубинах. Два отверстия для глаз вырезаны небрежно. Неожиданно мягкий и удобный, но вряд ли обеспечивает хоть какую-то защиту. I'm pretty. Прикольно. Но и это еще не все. You. Yeah, you. Here, open me. Please, you must help me. Thank you. I would have been in my sleep with you, being in the light. лаврентий лаврентий и мечка то какое подобрали косяк с бочкой бочки кусок бочки завис что это все что хочет мне сказать ну ладно товарищи мы еще с тобой поговорим так думаю что мне пора бы наверное отчалить куда-нибудь прокачаться но думаю наверное пора давайте зайдем еще в одно место и спустимся еще немножко поглубже хотя 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 подождите мне надо подумать мне надо подумать мне надо обсудить одно дело как мне лучше сейчас продвигаться дальше здесь стоит пол почему не наводится прицел его хотел придавить при придавить свои огромные массы тела собака бывает кусачи 10 тысяч душ я не знаю как мне поступить по идее нужно идти в глубины уже но здесь тут ищем и душ что-то мне как-то боязно и я думаю мне все таки стоит сходить из сначала на мою базу храм огня так где наши кости тем более мы только что еще спасли лаврентия берию привет лавруш так ладно перед тем как к нему идти мы можем посмотреть что прибыли прибыли наши друзья двое рыцари и девушка как говорил нам петрус не обманывал нас давайте для начала пообщаемся откуда он это узнал я заплатил за это бабки петрусу откуда знает об этом он это не честно может быть он тоже заплатил дает полезную информацию он говорит о том что он уйдет когда научит нас всему что он знает то есть и после того как мы выкупим у него все заклинания кстати забыл посмотреть что закрыли за кольца он еще дает кольца полезные кольца но опять же цены на кольца в этой игре просто астрономически особое кольцо которое даруется только самым усердным колдуна колдунам венхеймской школы драконов на кольце выиграл иран пресносущий дракон пресносущий это значит бессмертный вечный повышающий силу заклинания волшебства особо кольцо который даруется только самым усердным колдунам венхеймской школы драконов на кольце выиграл колеблющийся дракон она продлевает действие заклинания волшебства 10 тысяч душ но если я поговорю с этими клириками они удут катакомбы если они удут катакомбы а я там еще не побываю я не встречусь ласкутиком но катакомбы очень опасные мне на там надерут жопу и у меня сейчас большой выбор Я обычно могу заработать. О, да. Кстати, я могу общаться с вами. Я думаю, что у вас есть лак. Все вы нужны в материале. Я буду рада вам помочь. А, а если вы найдете магию? О, действительно? Ну, это ужасно. Но это ваша выбора. Я на фринге. Да, я знаю. Недо или нет, это кто-то я. Я только хотел, что я мог бы тебе платить. Хе-хе-хе. Окей. Пламя пиромантии. Великий тот. Он из Великой Топи. Я научился мастерству пиромантии. Огненный проводник пиромантов в Великой Топи. Они зажигали это пламя, чтобы использовать различные виды искусства огня. Позволяет применить пиромантию. Изучение заклинания пиромантии с помощью свитка, сидя у костра. Большинство заклинаний пиромантии можно использовать ограниченное количество раз. Очень, кстати, полезная вещь. Заряжает нашу руку огнем. Но ничего не происходит. Потому что у нас нет... У нас нет свитка. Свитка, при помощи которой мы можем использовать пиромантию. Огненная сфера сильнее, чем огненный шар посылает огненную сферу. Огненная сфера взрывается при ударе, обжигая врагов языками пламени. Это символизирует могущество пиромантов, управляющих огнем. Поджигание. Простая пиромантия зажигает в руке специальное пламя. Это начальный уровень пиромантии, так что созданным огнем невозможно управлять. Железная плоть. Пиромантия кармины, укоротившей силу огня. Речь идет о некой кармине. Чтобы самореализоваться, железная плоть повышает защиту. Этот вид пиромантии требует осторожности, так как маг становится очень тяжелым и не может свободно передвигаться. Сырая плоть. Пиромантия кармины, укоротившей силу огня, чтобы самореализоваться. Сильная конденсация уменьшает урон от огня. Кармина лучший ученик Саламана, магистра пироманта. Она открыла новые направления пиромантии. Огненный шар. Обычно пиромантия в великой топе посылает огненный шар. Огненные шары эффективны против живых зверей и нежитей. Некоторые по природе боятся пламени. Ну вот, в принципе, все. Нам, в принципе, на первое время хватит и поджигания. Да, верни, если вы найдете новое. Окей. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть теперь мне нужно уже и пиромантию куда-то пихать, поэтому... А давайте... Давайте... Новый уровень и ученость на единичку поднимем. Она даст дополнительный четвертый слот для магии. Вы не думаете, что каждый уровень потом будет добавляться по слоту? Нет. По-моему, каждый три или четыре уровня добавляет всего лишь один слот. Так. Мы можем поставить поджигание. То есть такая ядреная смесь может быть, то есть в левой руке пиромантия. Но, правда, надо заклинания менять каждый раз. Да. Вроде, кажется, не очень эффективно, но вблизи достаточно эффективно. Можно пламя пиромантии теперь прокачивать. Задушь, конечно же. Ну, и так. Давайте еще пообщаемся со всеми остальными. Ты видела ее? Эта виртуевая маленькая маденка, полностью с последователем. Они, наверное, идут прямо в пироги. Я слышала много о мальчиках, для жизни. Как этот старый человек вернулся? Неожиданно. Но, я думаю, что странные вещи произошли. Что делает наш Лотрак? Ничего нового. Пока, ничего нового. Пиромантия. Какое наше сие, высливая часы. Как всегда, вы производите тех, я научить пиромантии. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok